Мы здесь не в городской школе, где вам ставят оценки за то, что вы там сделали и так далее. Ну, я знаю, что многие достаточно ученики учатся не только, чтобы что-то нового знали, а чтобы мы получали оценку, чтобы родители не приставали, ну, такие нормальные, хорошие дети. Так вот, нас задачи совершенно не хотят. Зачем я эту работу говорю? Не чтобы вам оценок на это. А чтобы увидеть, кто что понял, а кто что не понял. Зачем мне это надо? А я так же вернусь еще раз и разобраться, чтобы понялись и смогли пользоваться этим материалом. Почему ядро атомной дороги может обходиться без нейтрона, и могут и без нейтрона отходиться ядра других атомов? Ответ обозначен. В ядре водорода никакого нет, а в ядро стальных атомов нейтроны есть. Задавайте вопрос, не молчите вы как рыба. Разберемся, объясним. Потрясающую ошибку Володя Роман выпустил. Нейтрон связывает ядра, а в водороде одно ядро. Поэтому он может обойтись без нейтрона. А в других случаях ядер больше, больше единичного. И им нужна связь, то есть нейтрон. На самом деле, при всей чудовищности ошибки, человек всего-навсего перепугал два понятия. И понятно, почему перепугал. Это, так сказать, оборотная сторона модели семьи, которую мы с вами рисовали в водородке. Давайте попробуйте откомментировать, в чем ошибка в данном случае. Повторяю, нейтроны связывают ядра, а в водороде одно ядро. Поэтому он может обойтись без нейтрона. А в других случаях ядер больше единичного, и им нужна связь. То есть нейтрон. Что наше? Прошу? Там должно быть не ядро, а прохлад. Конечно. Вы просто перепутываете ядро и прохлад. Бывают ли атомы с количеством ядер больше одного? Нет. Но не бывает. Статегорически что-то. В каждом атоме одно единственное ядро, просто по определению атома. Так? А вот протон, обязательно один ядр? Нет. Нет. Один протон в ядре только у одного единственного атома. Какого? Да. Только у одного. Да что, Володь, вы на самом деле написали все абсолютно правильно. Просто попугали ядро протона. Почему у вас так лучше? А помните, как выглядел первый комикс по поводу атома? Ага. Мы же там изображали водород. И в качестве ядра сидела мама протона. У вас засело в голове, что, соответственно, в середине атома, то, что находится, можно назвать ядро, но он протон. Не верно. Не верно. А теперь, Володь, попробуйте сформулировать правильно ответ на первый вопрос. Почему ядро атома водорода может обходиться без ядра, а остальные ядра не могут быть? В водороде один протон, а метро служит для связанных протонов в ядре. Хорошо. Берем келий. Сколько протонов в ядре нельзя? Нет, нет еще. Два. Отлично. А почему келий не может обойти? Так как одноименные заряды будут подталкиваться. А у протонов? А у протонов свой ступень сяблый. Стоп, 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 стоп. У протонов есть жарет? Да. У протонов есть жарет? Да. Жарет плюс один. То есть два протона в ядре гелия что должны сделать? Оттолкнулся. Оттолкнулся? Ядро должно лопнуть. А у нейтрона не усадить заряд? У нейтрона не усадить, ладно. Ну это у нейтрона не усадить. Вам легче было запомнить все это хозяйство. Но потому что даже после анимации далеко не все сразу привыкли к этим новым темам. Потому что ядро лития не может обойтись без нейтрона. Скажите, а ядро левого атома из чего состоит? Так, из элементарных числений протона, П плюс и нейтрона. Литий это элемент номер три. Это значит сколько у него в ядре протонов и сколько нейтронов. Идея исключительно простая. Что такое номер элемента? Номер элемента это число протонов в ядре. Элемент номер один как называется? Элемент номер один как называется? Элемент номер один. Водорол. Сколько протонов в ядре? Один протон. Элемент номер два? Гелий. Гелий. Два. Детон номер два, соответственно, в ядре два протона. Литий. Элемент номер три? Три протона. Три протона. а теперь у протонов заряда одинаковые одинаковые а как вы тут все эти спицы имеющие одинаковые скажите вы с магнитиками когда-нибудь играли ладно вот берем такой фоковообразный магнит одна половинка закрашена синим вторая красная вот с такими имеем дело отлично чтобы если вы попробуете вот так два магнита синими сторонами друг к другу прижимать они будут отталкиваться два одинаковые одинаковые одноименные колеса отталкиваются а если наоборот красный синий отталкиваются 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 отлично задачка удержать компанию из трех протонов внутри гидро лития нет да именно для этого нужны нейтроны частицы под названием нейтрон не имеет заряда в присутствии нейтронов протоны не будут отталкиваться друг от друга и ядро станет стабильным не ничто не лопается начать ребят учтите что вообще с современной точки зрения отношения между этими частицами во много раз сложнее на самом деле они не настолько элементарно они стоят из более фундаментальных терпичей называемых варки но мы с вами работаем на таком уровне что углубляться до уровня квантомеханической модели на на достаточно считая что нейтроны и протона но грубо говоря такие малюсенькие шарики у каждого из заряда есть масса хотя на самом деле как можно не дать оттолкнуть с проколами добавить к ним на компанию нейтрон все ядро станет стабильным хорошо а почему водород может отходиться без нейтрона а там нет ему отталкиваться там вообще не протокол ну а кого он отталкиваться? самим себя? это вообще никому не дает нейтрон водород поставить можно? можно, можно это будет тяжелый водород либо дейтерий или дутритий ради бога но больше всего на нашей планете в этом случае как раз высоко плевкого в дороге против один единственный проточек ядрея и еще раз никакой нейтрон в идее не необходим он может быть, но необходимости бы не было а вот ядре гелия сколько нейтрона должно быть? ребят, как минимум два что такое с затопом мы с вами говорили? конечно говорили, но кто помнит о приклеении с затопом? как бы это ядра с большим количеством нейтронов? с большим или с меньшим ядро, которому количество нейтронов не точно равно количеству проточек да, для консулостного сохранения? семические, да, семические, да но некоторые из затопа оказываются неустойчивые ядра лопаются и вот это основа ядерных взрывов атомная бомба именно так срабатывает лопаются ядро Урана, неустойчивый из затопа атомная бомба, неустойчивый из затопа ой, если интересно, потом научусь считать но не сейчас георитрия у нас тоже стабилина георитрия стабилина? там один нейтрон в целом правый здесь нет такого отношения должности нет в ядрах это примерная разница и законное соответствие числа нейтронов и протонов выводится через квантово-механические исчисления туда, наверное, категорически не будет это не надо это просто-то звучало как минимум два нейтрона ну даже одного нет, вот как раз я просто не дошел до того есть такой элемент, который, кстати, в пробах лунного грунта обнаруживается в поверхностном количестве гелий-три три это атомная масса исходя из атомной массы этого элемента как встроено гидрол гелия-три? два протона, один нейтрон два протона, один нейтрон хватает, удерживается у нас, в земных условиях, он тоже как-то но в Луне его там достаточно... а откуда его там столько на Луне? хороший вопрос так, по-вашему, условия на всех планетах совершенно одинаковые или нет? совершенно разные ну, во всяком случае, некоторые условия складаются наличие гравитации, допустим будет существовать везде, там значения отличные будут разные а некоторые чертуры отличаются ну, на планете генназ, соответственно, шел в общем, не совершенно симметричные вот мы немножечко с вами вернулись к вот тут самого гидра ответы на все остальные вопросы можно было просто вычитать у тебя в тетради свои записи надо знать, вести их надо ну, для вас настолько аккуратно, что вы самим не сориентироваться только так, никак иначе ну, либо иметь гениальную голову, которая все фиксирует с первого раза есть такие люди, которым ничего писать не надо они просто загнинают все, что у кого-то все а для остальных, да, да не ориентируйтесь на красивое оформление эти трети пишите так, чтобы вам было понятно какая атомная масса у элемента, имеющего пять электронов вот они вокруг ядра крутятся не важно, что с таким орбиталем важно, что они не улетают почему они не улетают? тихо, тихо, кто их притягивает? плохой ответ протоны протоны ядра правильный ответ а это значит, сколько в этом ядре протонов если на оболочке пять электронов пять, правильно итак, если у нас здесь пять электронов то значит в ядре пять протонов ладно а почему эти протоны не отталкиваются друг от друга? сколько электронов сколько электронов самобычных пять пять хорошо а какая масса почему, точнее сказать равна массе одного электрона? тихо, не вас спрашивают один килограмм полный дециметр что, Вадим? тихо ага аспект подружки цифру атом на единицу атом на единицу массы да хорошо это у нейтрона а у протона? тоже тоже пять и пять сложить умеете? 10 ура вопрос чему равна атомная масса или просто масса? элементы имеющего пять электронов на орбите 10 атомы все больше нет, ну все не действуют ясно, что там поправьте на электроны поправьте на изотопы на изотопы но мы с вами работаем с простейшим случаем да? понятно 50 получается хорошо делали следующее какая атомная масса лития и кислорода внимание вот здесь почти все ответили правильно на следующую пару вопросов кроме одной очень кучерявой ошибки пара людей в частности Матвей еще кто-то уверена что заряд ядра кислорода и лития равен нулю и при этом заряд всех ядер всегда равен нулю чем перепутали внимательно совсем атом ага точно так же как Володя ребят важно понять откуда берутся ваши ошибки чтобы дальше их не делать вы просто перепутали суммарный заряд когда считаются заряд ядра и электроны и заряд одного только ядра ну у вас спрашивали заряд ядра а не заряда за исключением этого случая все остальные опять виноваты лития элемент номер три это значит какой у него заряд ядра значит у него три кислород элемент номер восемь 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 ребят номер элемента это просто количество протонов внутри теперь атомной массы как обстоят дела для кислорода как считать атомную массу сколько здесь так номер умножается на два но в этом случае вы получаете только один из вариантов изотопа такой изотоп где число нейтрона в равно число протона для первых элементов это правило будет работать нормально а вот в химии в настоящей химии когда пройдете старший период к тяжелым элементам вот там соотношение может нарушаться причем иногда золото но с теми элементами с которыми мы работаем на этого правило какие атомы могут образовывать ковалентные связи определение ковалентные связи с этим вопросом не зависит атомы за счет общего электронного облака то есть на самом деле ответ сводится на очень простой вопрос а какая пара атомов может образовать общая электронная облака понятно что как минимум надо два атома может ли один атом образовать общая электронная облака это кстати достаточно часто ошибка я один среди пустыни Сахара вот один людей вопрос нет может ли у меня быть общий с кем-нибудь компьютер нет я один у меня ничего общего быть не может да а если я вдвоем на яхте путешествую по мировому океану ну мы вдвоем путешествуем у нас может быть общий компьютер да то есть чтобы иметь что-то общее надо как минимум два участия идеи понятно так что общие электронные пары у одного атома категорически быть не так но какая пара атомов может образовать общую электронную пару на одной орбитале ну на самом деле не важно какой формы орбиталь важно что там электрон не вспоминает в этом случае два местных облака могут перекрыться и образуются пары электронных которые будут принадлежать только одному атому или нет нет сразу двум атомы функция на модели водорода мы с вами рассматривали вот одно электронное облако вот второе электронное облако вот два ядра водорода скоростью миллиарда раз в каждой точке траектории одну миллионную долю секунды и так далее хорошо вот электрон этого водорода залетел вот в эту точку пространства а дальше есть ли разница в том какой силы его притягивают вот эти лавани нет это же одинаковое сила притяжения для него совершенно одинаковая налево и на право остановиться он не имеет права вопрос куда он повернул на право на право на лево стоят на 150 процентов в общем грубо говоря первый раз повернул на право а второй раз с тем же успехом повернул на лево силы до протяжения совершенно одинаковые с правой ага ну и за одну там миллионную долю секунды где он успеет побывать везде 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 уже вот по какой траектории смотрите он летает с тревогом двух хорошо а вот ядракос вот он залетел в эту точку ага куда он повернет налево или направо ну да а какая сила не достал сила не достать у электронов какой заряд а как ведут себя чтицы с одноименом они никогда не столкнулись нет просто был электрон не 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 да да хотя более четко конечно описываются другой системы взаимодействия но вам пока на этом уровне дай бог вот с этим уже дальше можно на следующем шаге переходить к другим моделям в результате вокруг ядра номер один сколько электронов круг два 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 это выгодно или выгодно выгодно состояние вокруг ядра номер два сколько два принадлежит ли вот это облако имеющий вид восьмерку только одному виду нет оно общее для двух вот оно общее электронное опыта так может ли теперь левый атом отвалиться от правого разбежаться в разные стороны нет какая сила держит общая электронная пара вот это общая пара вот ребят за следующий пример меня битьки ногами побьют и будут правы но вам так будет проще представить что разноименные заряды как все люди рак и притягиваются да отлично берем вот эту точку пространство она куда притягивается или на это понятно что она притягивается и суда и суда да для того чтобы оторвать атомы друг от друга что нам сделать надо сделать силу такую что уходящая энергия конечно надо приложить силу которая бы вот это притяжение разорвало еще раз это модель которая позволяет запомнить но не описывает реальную систему событий реальную систему событий в другом но пока есть общая электронная облака вот эти два связанные мы с Тамарой ходим парой с санитарным и с тобой общая электронная пара их связала вот такая связь называется ковалентная связь вот наш элемент номер 2 гений гений она электронная у тебя сколько электронов уже 2 2 электрона если можно говорить это как он третий электрон нужно туда добавить нельзя все приехать прикольно энерги благородный газ взаимодействует с другими вещами с огромным трудом хитрым а если соединить водород и гель водород а как вы соединяете водород может соединять а да давайте смотри а гель можно потерять это у нас здесь водород один протончик здесь гелий два протона два нейтрона ой ребята электрон может во что превратиться в геом если атом теряет электрон во что превращается в геом и вот мы сегодня много работали с водородом и терявшим электрон с протоном геом водородом для биологии важнее что но вот взять и каким образом склеить вот эти два атома в химии никак не ответим ответить можно надо взять разогнать нейтрону допустим в ускорителе до огромных энергий или электронный пучок разогнать до огромных энергий и мишень содержащую яда разных атомов обстрелять этим пучком ускоренных частиц под действием такой пальмы что окажется ядра могут поймать новые частицы либо ядро может плотнуть и соответственно разбросать частицы в этом случае может один элемент превращаться в другой но это же не химическая реакция а какая термоядерная реакция это физическая реакция ядерная реакция а в химии ни один процесс не может менять структуру ядра термоядерная реакция еще по словам термоядерная 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 это вообще хитрая штука немножко в сторону давайте порток скажем в атомной бомбе очень грубо говоря что происходит гидро неустойчивого затопа урана или гидроплутония состоит из многих десяток нейтроновых протонов точное значение записывать запоминать не обязательно вот такое гигантское ядро водичь от химии при ядерных процессах в электронной оболочке очень интересно если такое ядро да если изотоп неустойчивый вот соотношение нейтронов и протонов такое что эти ядро не очень суще время от времени оно само по себе взрывается разваливаясь на осколке внимание достаточно часто что является осколком почти такое же ядро но из которого вылетают лишние частицы вылетели лишние протоны ну и все и звучит некоторое количество энергии протоны вылетают в гигантской скорости если по дороге протон вырезается еще в одно такое бедро оно тоже взрывается оно тоже взрывается выбрасывает два протона и да ну не нейтрон да и звучит энер а какой нейтрон стоп сбрасывается нейтрон правильно сбрасывается нейтрон ну а теперь а теперь мы получаем вот такой шут это тоже взрывается смотрим если у нас маленький кусок кусочек вот в этом месте случайно взорвалось одно ядро вылетело два нейтрона попали мы по этим ядерам каждый из этих ядер взорвалось вылетело два нейтрона так допустим попало в другие ядра ядра взорвались выбросы этого нейтрона каждый раз такой выброс сопровождался выделением энергии но обратите внимание но обратите внимание порция вещества небольшая много ли энергии выделится и важно еще вот что обязательно ли вылетающий нейтрон попадет по еду не обязательно он может промазать мимо вот допустим этот нейтрон вылетел по такой траектории по промазке в результате вот это нейтрон взорвется или нет? хорошо а если мы берем большую порцию вот такую то вот этот проносший нейтрон по дороге хоть кого-нибудь встретит у него больше шансов так потому что его энергия не пропадет а выживет тоже вот такое событие начиная с некоторой массы событие будет развиваться ламинообразно два нейтрона вызовут выделение четырех четыре вызовут выделение восемь 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 десятая степень двойки 1024 а еще Каких действий событий произошло? Более миллиона раз. Каждый раз выделяется порция. При этом мудро. В данном случае происходило уменьшение масса вот этого результата. Самое интересное, что если взять и взвесить вот эти троны и ядро, как положено, окажется ли сумма этих масс равного вот этого результата? Вот это, ребята, помните, мы записывали с вами формулу? С, извините, Н, равно НС квадрат. Вот эта энергия, это как раз энергия чистого перехода массы в энергию. Поэтому, если мы его так взвесим и сравним вот с этим, окажется, что продукт имеет меньшую массу. Потому что часть массы просто прямо перешево умеет. Называется физический эффект дефект массы. При ядерных реакциях не соответствует массу. А обратную энергию массу нельзя отливать? Еще раз. А обратную энергию массу нельзя отливать? Теоретически, возможно, известные расчеты показывают, что да, переход есть. Но для этого нужны такие энергии, которые, я не знаю, сейчас в современном условии доступны ли они. Просто не в пульсе. Обратный переход дефект. Минус две. Вот. Отлично. А водородная бомба? А водородная бомба совершенно другая. В водородной бомбе сталкиваются два ядра третия. И в результате из них строится одно ядро гелия. Что грязным оказывается лишним? Нейтроны. Разлетаются нейтроны. Но разлетаются их меньше, чем должно бы быть по расчету. Во что превратились недостающие нейтроны? В энергию. Так вот, это не распад ядерный, а термоядерный синтез. Из двух ядер получаем одно ядро. Это синтез. И дефект масс в этом случае намного больше, чем при распаде. В случае термоядерной реакции выделяющаяся энергия намного больше. Там разница в массе между начальными и чиновыми продуктами больше. Но чтобы запустить ядерный синтез, необходим следующий запал. Ну, костер сам все загорится. Нет, все надо. Если вот его надо. А? Поджечь. Поджечь спичка нужна, зажигалка нужна. Источник энергии. Источник энергии, чтобы запустить термоядерный синтез, должен обеспечивать давление в миллионы атмосфер и температуру в нескольких миллионах градусов. Как на Солнце. На Солнце, на такие условия, все звезды светят как раз за счет термоядерного. А у нас на планете, как можно создать условия для начала термоядерного синтеза? Ну, скорее всего, как бы. Правильно. Тогда бы не была возможна водородная бомба. В искусстве. Полвека как же водородная бомба есть? Есть. Угу. Итак, температура в нескольких миллионах градусов, давление в порядке миллиона атмосфер. Как создавать бомбу? Сжатие. Ага. Я подошел, устал, сжимаюсь, сжимаюсь. И так до миллиона атмосфер, да? Да. Это вряд ли. Чем? Ну, с помощью машины. Ну, в смысле... Точно. Я взял хороший джип, запаковал. Зацепил канат и стал сжимать, да? Угу. Идеи еще какие? Ну, с помощью атомного взрыва. Или надо, атомный взрыв. Вот в центре атомного взрыва как раз примерно такие услуги, которые даже немножко перекрывают условия, необходимые для начала термоезда. Поэтому в качестве запалок водородной бомбы что используется? В качестве запалок, в качестве спички. Атомная бомба. Спичкой для поджигания, грубо говоря, в кавычках, термоядерного заряда является атомная бомба. В другом его поджигать нельзя, он не взорвется. Более-менее ответил на Ваш вопрос? Да. Вы от меня спрашивали про водородную и атомную бомбу. Соответственно, мы с Вами разобрались в ядерном расставе и в ядерном силе. Но это в сторону наших дел, возвращаемся. Какие атомы могут образовывать ковалентные связи? А вот теперь химически грамотно публировочку этого дела сделаем. Кто может объяснить эту разницу между орбиталью и энергоуровью? Что такое? Давайте в простой форме у нас были несколько моделей, которые мы с Вами рассматривали. Это орбиталь, электронный орбиталь и энергоуровень. Разница, прошу. Энергоуровень, во-первых, может быть как и С-орбиталь, и только и орбиталь. Он может включить в себя несколько разных орбиталей. Да. А на С-орбитале может быть только два электрона, а на первой металле может быть только шесть электронов, если заплатить. Стоп, стоп, стоп. На одной первой металле. Нет, на семь. На трёх. А, значит, для второго энергоуровня, на первой металле, если они полностью заполнены, один. Так вот, общее определение в данном случае будет только. Элементы с незавершённым энергоуровень. Если энергоуровень не завершён, ну, первый энергоуровень сколько электронов всего включает? Я разумею два. Два. Так? Значит, вы результатите. На первом энергоуровне только один элемент может нормально образовывать ковалентные шеи. Какой? С незавершённый. Только в втором? Хорошо. На втором. На втором энергоуровне. Он полностью завершён. Там вторая С-орбиталь и ещё три первых. Так? Так? В результате, у всех, кроме неона, второй энергоуровень завершённый или не завершён? Не завершённый. Не завершённый. А неон стоит в конце. А неон всё, привет, приехал. Энергоуровень закрылся, никаких ковалентных... Спасибо.